Отверстия всегда имели важную роль в жизни древнего человека. Дело в том, что без отверстия нельзя насадить топор на рукоять, нельзя любой инструмент, то есть подвеску подвесить на шею и так далее. То есть соединительная роль отверстия, она всегда была важна. Кто занимается бронзовым веком, керамическими веками, знает, что при помощи отверстий ремонтировали сломанные сосуды. Самые древние отверстия на территории нашей страны, они известны в начале Верхнего Палеолита порядка 35-40 тысяч лет назад. Это стоянки на Алтае, Денисова пещера, Карабом и другие. В Верхнем Палеолите научились делать и большие отверстия. Например, в Чехии стоянка Пржидмосте. Там есть каменные диски с отверстием диаметром 5, 6 и даже 10 сантиметров в диаметре. Но все эти отверстия проделаны техникой пикетажа, то есть пробиванием отверстия. А вот сверление, конечно, возникает позднее. На территории Урала известно порядка 110-120 изделий с отверстиями крупного диаметра. Крупный диаметр – это 1,5-2-2,5 сантиметра. Единственное отверстие в Верхнем Палеолите на Урале – это стоянка Троицкая. Там найдена кость лошади, дикой лошади, с отверстием диаметром порядка 3 сантиметров. Но способ изготовления этого отверстия авторы не указывают, поэтому мы здесь и не знаем. В более поздние эпохи отверстия применяли уже для изготовления фигурных молотов и каменных дисков. Причем их количество невелико. Фигурных молотов – 10, булав – 17, ну а сверленных дисков – 7 и еще сверленные топоры, которые в основном происходят с Южного Урала. Их порядка 60 знают. Уже первые эксперименты, кроме полого сверления, существовало сверление и каменными сверлами большого диаметра. Это большая редкость, такие сверла. Вот здесь представлены сверла из двух культовых памятников – Кокшаровский холм и Уствагельский холм. И вот линейные следы и их сработанности, этих сверл. Что же мы использовали в своих экспериментах? Первоначальные наши опыты складывались при помощи изготовления отверстия при помощи бура. Вот перед вами бур, сверло. Буром работают, нажимая руками и делая возвратно-поступательные движения в одну, в другую сторону. Сразу же выяснилось, что необходим фиксатор сверла. На ровной поверхности сверло начинало скользить и не углублялось в материал. И поэтому мы вынуждены были вот такой деревянный фиксатор накладывать на заготовку, крепить его, вставлять в него сверло и только потом производить действие. Полыми сверлами у нас служили, все верновления мы не нашли, поэтому по диаметру очень хорошо подходили кости свиньи. Единственное их недостаток, они короткие, поэтому приходилось делать сменные сверла. Сразу же выяснилось, что если на кромке сверла нарезать зубцы, то количество абразива захватывается больше и сверление происходит более эффективно. Интересная находка – это топор из Башкортостана с незаконченным отверстием. Дело в том, что я не буду вам говорить точные цифры, потому что это бесполезно. Просто расскажу на примере. Вот входной диаметр 2,5 сантиметра. На самом деле он там 2,37, неважно, да? А вот конечный диаметр, конечный диаметр чуть больше полутора сантиметров. Если бы мы нашли бес высверленный, который вот так же торчит, то мы бы могли подумать, что это сверление произведено каменным сверлом. Потому что сильно диаметр входящий больше, значительно больше выходящего. Вот я вам покажу, как это выглядит в натуре. Вот диаметр входного отверстия. А вот так он. Но оказалось, что сверло в процессе сверления, оно не только стачивается по высоте, оно уменьшается и в диаметре. И поэтому отверстие, если производилось с двух сторон, то оно имеет беконический характер. Два конуса, соединенных вершинами. Вторичное двустороннее сверление мы применили на плитке мрамора. Вот входное, вот тоже входное. И получили высверленную. Высверленное – это вот то, что выпадает при окончании сверления. Дело в том, что если сверлить полным сверлом каменным, то происходит слишком много усилий и тратится впустую. А здесь сверление происходит только тонкими стенками сверла. Поэтому оно значительно более эффективно. Ну, желающие потом могут подойти, посмотреть эти наши образцы. А вот так выглядит сработанное сверло. Вот эти описанные детали, которые я рассказал по диаметру, оно позволяет сразу по хорошей фотографии, даже по рисунку, определить, о чем же сверлилось данное изделие. Каменным сверлом или полным сверлом. Девятый слайд. Рисунок и фотография. Это кирка. Это молот с Мурзинки и кирка с Калматского оброда под свердловством. Видите, насколько разъезжена входная часть сверла, отверстия. Это сверло сверлилось полой костью, но без сексатора. Это сразу мы уже теперь на опыте можем знать. Ну, и наши результаты сверления. Кусок талька, твердость талька одна единица по шкале МООСа толщиной 2,5 сантиметра. Мы затратили 51 минуту. Хочу напомнить, что наш коллектив состоял из трех человек. Это вот мои экспериментаторы, бывшие студенты, сейчас учителя истории. Николай Канауков, он здесь отсутствует. И Сергей Грехов, он здесь присутствует. Вот они производили вот эти эксперименты. Плитка мрамора толщиной 1,75 сантиметра просверлили за 3 часа 29 минут. Плитка мрамора. Была предпринята попытка просверлить при помощи бура и кусок нефрита. Вот он здесь. Но вы видите, только вот две попытки было буром. Первая попытка 3,5 часа. Никакого результата. Вторая попытка 1,5 часа тот же самый. Вот только-только смогли наметить отверстие. Вот трудность обработки нефрита не только заключается в его твердости. Его твердость не очень высокая, 6,5 единиц по шкале молоса. А в спутанной волокнистой структуре он очень вязкий. Даже существуют легенды, что, например, стальным молотом нельзя разбить глыбу нефрита. Молот разлетится, а глыба останется целой. Ну, на самом деле это не так. Сейчас мы посмотрим видео, как происходит работа при помощи бура. Вот он, бур. Вот движение. На конце кость сверлит плитку талькохлорита. Абразивом во всех случаях служил обычный мелкозернистый песок из ближайшей песочницы детской. Сиропы срастачиваются. Причем заглаживается она не только вот на конце, боковые стенки тоже выглаживаются. Изготовлением отверстий крупного диаметра, в общем-то, специалисты не занимались. Единственный эксперимент был поставлен Сергеем Аристарховичем Семеновым в ангарской экспедиции в 57-м году, когда они гальку вулканической породы пытались просверлить. Так вот, за 2,4 сантиметра, глубиной 3,4 сантиметра, на получение этого отверстия, а его так и не закончили, ушло 10 часов. К сожалению, он не указывает, каким способом, но, видимо, это при помощи бура, сверления. Иначе были бы более лучшие результаты. Мы пошли другим путем. Мы взяли за основу коловорот. Коловорот использовался еще древними египтянами при строительстве пирамид и так далее. Из чего он состоит? Вот ветка черемухи с отростком. Груз суммарно это 6,5 килограмм. И сверло такое же, как и костяное. Сперва мы сверлили костью. Такое же, как было и на буре. Если бур, движения идут возвратно-поступательные, то коловорот дает круговые движения. Сверло такое же костяное. Начинали костюленка, но очень толстые стенки. Мы опять перешли костюни. Ну и здесь какие у нас результаты? Результаты получились очень интересными. Толщина вот этой плитки, вот вы ее можете увидеть, 1,1 сантиметра. Это нефрит. Это нефрит. Все точно так же. Крепится фиксатор, начинается сверление. После час сорок работы, интенсивной работы, отверстие получилось глубиной всего 1 миллиметр. 1 миллиметр. Через 8 часов работы, через 8 часов, отверстие имело глубину уже 8 миллиметров. И полностью плитку, вот эту плитку, вот это вот отверстие костю сверлено, 11 часов 43 минуты. Вот такой трудоемкий процесс. И вот высверлено их какая. Оказалось, что час высверлено, она короткая, и час высверлено сточилось, потому что если вовремя не выбивать песок из трубки, из костей полой, то он начинает превращаться из полого в цельное сверло, и плитка высверлено укорачивается в размерах. Трудоемкий процесс. Трудозатраты на одного человека оказались очень большими. И какие же выводы мы смогли вот на основе этого сделать? Вот посмотрим. Территория Урала, протяженность Урала, порядка 2,5 тысяч километров. Эпохи мезолита, неолита, неолита и раннего металла, ранней бронзы, Всего известно около 110-120 экземпляров изделий с отверстием большого диаметра. Если даже не разложить по хронологии, то получается, что один раз за 60-65 лет, а это практически три поколения, где-то на какой-то источек Урала происходило изготовление вот этого отверстия. О чем это говорит? Это говорит о том, что технология, обычно все технологии, вот Михаил Михайлович показывал, они передаются от потомства к потомству. А здесь, видимо, не было такой необходимости, поэтому каждый, который брался сверлить, каждый мастер, он должен был сперва отработать технологию и пройти все эти этапы, которые прошли мы, пока вот осваивали там, фиксатор нужен, зубцы нарезать там и так далее. Вот. Именно поэтому изделия с большим диаметром, с отверстием большого диаметра, они являются социально значимыми. Это представление, они могли принадлежать только избранным людям. и перешли к сверлению уже медной трубкой. Вот медная трубка. Вот медная трубка. Сверление медной трубкой, она начинается в эпоху и неолита и развивается в бронзовом веке. Первым объектом у нас послужила плитка талькохлорита, твердость 1 единицы. Ну и готовое отверстие получили через 52 минуты. Готовое отверстие. Затем мрамор начали сверлить. Здесь толщина 1,7 сантиметра. Удалось костяным сверлом, напоминаю, удалось просверлить буровым способом за 3 часа 29 минут, а медной трубкой за 2 часа 15 минут. То есть производительность увеличилась в полтора раза. коловоротом, уже не буром, а коловоротом такой же толщины мраморную плитку мы просверлили за 29,5 минуты. Почувствуйте разницу. Или 3 часа 29 минут, или 29 минут. Вот такие результаты. Затем мы продолжили работу на плитке змеевика. И здесь толщина ее была, здесь ее нету, 2,5 сантиметра. Вот. И у нас, кстати, замеры мы производили, если мягкий материал, через 10 минут и потвержить каждые 20 минут. Ну, я эти цифры вам не буду говорить. Могу сказать, что через 20 минут работы коловоротом удалось просверлить всего 3 миллиметра. А всего готовые отверстия получили за 2 часа 29 минут. Вот змеевик. От твердости змеевика до 5,5 единиц по шкале МООСу. Ну, завершающий эксперимент был поставлен с плиткой нефрита. Все такой же 1,1 сантиметра. И вот здесь вы видите вот это сверление костью, это сверлением трубкой, медной трубкой. Разница впечатляет. И высверлена. Вот такая получается высверленная. Интересно отметить, что на Урале, вот сколько лет копают, ни одной высверленной не найдено. Это очередная задача. В европейской части России этих высверлен полно. Очень много. А у нас нет. Это лишний раз подчеркивает, что технологию изготовления таких отверстий, она не была распространена. Ну, и впоследствии мы решили узнать, чем же они сверлили, какой абразив они применяли. Мы сперва все это сверлили песком. Но стали пытаться найти абразив, который был бы более продуктивным. Сперва мы... Результаты это отдельная история. Я кратко вам расскажу. Сперва мы попробовали крупнозернистый кварц. Это вот жила кварца в Пермском крае. Мы там работаем. Попробовали оттуда. Затем мы попробовали мелкодробленный кварц. Затем мы попробовали гранодиорит, биотитовый гранит. Там тоже много зерен кварца. И, наконец, попробовали наждак. Ну, гранодиорит у нас вот от широты Невьянска до широты Свердловска и дальше вот на юг, в Челябинскую область, он идет везде. Все шиханы сложены из гранодиорита. Кварц я сказал, где мы брали. С наждаком проблемы. Дело в том, что местонахождение наждака, а наждак это минерал. Это не тот наждак, который мы используем, а минерал-наждак. Его местонахождение известны в Челябинской области. На всем Урале, только в Челябинской области. И все они были выработаны еще в 19-м, в начале 20-го века. Поэтому нам пришлось брать уже современный наждак, дробить его. Там порядка 30% в этом наждаке содержания корунда. То есть он почти соответствует природному наждаку. И работали наждаком. И оказалось, что наждак решает все проблемы. Все проблемы. Все я вам не буду зачитывать. Вот тот же самый мрамор, например, не 3 часа 29 минут, а наждаком просверлили за 43 с половиной минуты. Эффективность налицо. Биотитовый гранит показал очень низкую результативность, и мы его перестали использовать. А вот нефрит тоже показал очень хорошие результаты. В итоге я могу сказать, что сверление медной трубкой увеличило скорость изготовления отверстий в 4-7 раз. Причем для твердых пород камня, особенно для нефрита, показатель этот немного уменьшает. всегда более эффективный абразив в виде мелкозернистого порошка. Мелкозернистого. Ну и когда вот мы провели знакомство с топорами бронзового века, то вот мое впечатление, что они все должны были быть сверлены трубкой, оказалось неверным. Выяснилось, что некоторые топоры сверлены без фиксатора. Не знали они фиксатор. Некоторые топоры сверлены полой костью, а не медной трубкой. И есть топоры, сверленные с двух сторон, но чаще всего вот по высверленным видно, сверлили с одной стороны. Анализ царапин на топорах и на высверленных показывает, что сверлили разными абразивами. И крупнозернистым, и мелкозернистым. В некоторых случаях отверстие изнутри полировалось. В некоторых случаях. Ну, к тому же мы пришли к выводу, учитывая стандартизацию как топоров, так и высверленных, что сверление производилось, могло производиться при помощи станка. И вот наша задача очередная, мы уже имеем общее представление, как этот станок можно сделать, но хотим все же довести его до конца. Это задача для будущих исследований. У меня все. Вопросы, пожалуйста, если будут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА